Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей или же иной, и мы продолжаем проходить Скарлетт Хэллоу. Мы проходим третий акт, в прошлой серии мы его начали, и моя любимая кузина Табита нас не спускала глаз, поэтому общались в основном только с ней. Ну, что ж, узнали ее получше, ей пришлось тяжело, фактически ей передали такую корону темного повелителя, сказали, вот, ты начальник шахты, радуйся. И она такая, ну окей, придется быть начальником шахты. А что такое начальник? Это такой руководитель, которому надо все руководить. Итак, но вообще этот акт третий должен быть посвящен, походу, в дом привидения, но пока, пока этот дом привидения еще где-то вдали, а вот сейчас, прямо уже на повороте, выборы в мэра местного песика, потому что, как оказывается, в этом городе мэров не существует нормальных. Тут выбирают мэром песика, и мы подговорили Табиту, чтобы она тоже пошла. Итак, Табита, как я выгляжу? Давненько я уже не выходила в общество. О, это кто такие? Ага, ну как обычно, злая женщина такая пришла, с этой, с дочкой, которая вот там хулиганка, такая уже причесанная, все такое. Извините меня, миссис Карлетт. Я могу вам помочь? Хм, Бека смотрит на тебя издали, как яростная женщина так-то напрыгивает на Табиту. Это должна быть ее мама. Хм. И че ты тут делаешь? Стоишь тут, лыбишься после всего, что случилось прошлой ночью, а? А? Шахта разрушилась, почти убила мою мирненькую крошечку, невидное ребенка. Мм. Мм. И ты думал, это было хорошее дело? Мм. Уволить моего мужа? Мм. Мы уже почти привыкли к новому образу жизни. Мм. Мм. Ты не можешь просто забрать у нас то, что твоя вина. Вот-вот-вот из-за этого Табита такая вся нагруженная ходит с кругами под глазами. Мм. Я слышала, что одной девушке придется ног ампутировать. Это могла быть моя, мой ребенок. Не думай, что я в суд не подам. Ух, мама, пожалуйста. Мне стыдно. Заткнись, Бека. Мама, защищай тебя. Мм. Ты не должна говорить со своей дочкой. Так, это плохой пример. Твой муж сказал твоей дочери, что это безопасно идти в эту шахту. Конечно же, его уволили. Мм. Ты тут ворчишь из-за того, что твоего мужа уволили. Ээээ... Розалина без ноги теперь живет. Тебе повезло, что твоя дочь там не умерла в прошлую ночь. Просто игнорируй ее, Табита. Ну, в каком-то смысле, она права, Табита. Не всовываться в этой. Не-не-не, мы за Табиту. Мм. Твой муж сказал своей дочке, что там безопасно. Конечно, его уволили. Мм. Ээээ... Я прямо здесь. Даже если он это и сказал. Мм. Это не было никакой проблемой. Если бы вход в шахту был бы по-настоящему запечатан. Ну, вот в этом, конечно, она права. Те там фиговенькие доски, которые были наколочены, енота бы не защитили. Мм. Тебе придется за все заплатить, Табита Скарлетт. Мм. И на какой вообще легальной... На легальных основах ты вообще полагаешься сейчас Табита ее раздавить? Давай, Табита, жги. Там были знаки. Место было запечатано. Я сделал свой долг. И у тебя никакой точки опоры нет. Так что не пугай меня. Вот так вот скажи. Мама, можем мы просто уйти? Пожалуйста. Если бы я была на твоем месте, я бы слушал дочку. Мы еще встретимся. Ты увидишь. Ух. Женщина уходит так же быстро, как она ворвалась. Бека следует за ней вдали. Ух, как начали эту серию так агрессивно. Черт возьми, она права. Я не могу просто ходить по городу на следующий день после того, как что-то плохое случилось. Это не выглядит правильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть там, даже если просто наблюдать за тем, что происходит. Если я должна руководить этим местом, значит, мне нужно посвятить себя в этой игре. Я не могу, так сказать, прохлаждаться вот так вот снова. Табита вздыхает. Подбадривая себя. Ее мрачный взгляд возвращается. Не лезь в проблемы. Увидимся в библиотеке сегодня. Что ж, видимо, Табита с нами не пойдет на песика посмотреть. Жаль. Твоя кузина разворачивается и возвращается обратно к машине, оставляя тебя одного на главной улице. Ну что ж, идти в библиотеку. Ты заходишь в библиотеку один. Тут гораздо больше людей, чем обычно. И маленькая толпа уже сформировалась возле угла в главном зале. Да, ты здесь! Ух, Стелла, Конека, мои любимые там. Гретчин, да, собачка Гретчин. Я уже почти забыл, как Гретчин зовут. Ну, конечно, вот эти картины, когда там вот кого-то несут и дети радостные, это замечательно. Слава богу, у нас было что поделать этим утром. Моя семья меня прям с ума сводит. Да, вся команда здесь. Ну, Табиту не удалось привезти всей командой. И Риза вы, по-моему, не смогли еще заманить. Я ж, да, я хотел представить иного мэру прям все время, как я его узнаю. Это будет сто, это сто этого, верь нам. Ну что ж, хорошо, пойдем. Кто же мэр? Вау. Да, это собака. Мэр Джимми. Так вот это-то полицейские. О, смотрите, тут портреты мэров всевозможных. Мэр Джимми. Ну, Гречин как-то с подозрительной на него смотрит. Ну, пес такой, песель такой, явно политически устроенный. Ты можешь сказать, что эта собака, это мэр. От кончика хвоста до вершины шляпки. Прямо вокруг него вот такой убедительный воздух. Как будто бы он знает позицию, и власть, которую он обладает. Если ты не ошибаешься, серьезный человек с его стороны, это Франклин. Ну да, полицейский Франклин, я его узнал. Слишком много тут агентов Смитов, и он, как говорится, самый главный. Один из тех полицейских, с которым ты разговаривал после события в лесах в понедельник. А сегодня среда, да. И это видео выйдет в среду. Совпадение? Ну, на самом деле совпадение, но прикольно. Маленький нос мэра начинает дергаться, как ты приближаешься. Его собачьи глазки начинают сиять с любопытством. Мэр, что там у тебя? У тебя что-то есть, что-то мокрое и орешковое. Жареные орешки. Предложить ему орешки сохранить себе. Не, я всем предлагаю орешки, тем более, если ты их хочешь. Ты протягиваешь ему орешечки, такой, ты че творишь? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Злостная собака. Нос мэра дергается от сильного запаха. И затем он мгновенно прорывает пластик и начинает поглощать орешки. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Безопасность там. Бросьте это, сэр. Бросьте. Выплюнь, выплюнь. Выплюнь. Прям пакет с орешками. Агент безопасности пытается вырвать пакет, но это слишком поздно. Орешки уже съедены. Ням. Спасибо вам за щедрое пожертвование. Молодец моркакой. Ох, наконец-таки ты избавился от этих вещей. Слава богу. Эх. Конец моим орешкам. Ну ладно. Лучше бы тебе беспокоиться, чтобы эти орешки усвоились хорошо. Если у мэра возникнут какие-то проблемы с животиком, после того, как он съел твои отвратительные орешки, тебе придется заплатить. Нет, я же никогда... Теперь ты видишь, что я имею в виду? Даже не просил, а сразу потребовал закусочку. Я унюхал эти орешки с первого дня. И ты никогда не видел, чтобы я так жестко на них набрасывался. Гречен, да. Гречен молодец. Она умеет себя вести. Доброе утро, граждане. Гражданин. Я не верю. Я сомневаюсь, что мы раньше встречались. Он протягивает свою лапку, как будто предлагает ее потрясти. Эй, разве ты не депьюти, Франклин? Так, потрясти ей лапку. Приятно познакомиться с вами, мистер Мэр. Он собака. Я знал, что он собака. Мистер Мэр, тут что-то серьезно происходит в этом городе. Нам нужна ваша помощь. Мы обречены, не так ли? Мы обречены. Хорошо, мы встретили Мэра. Идем дальше. Так, лапку надо потрясти. Очень рад с вами встретиться, мистер Мэр. Как говорится, ты берешь лапку в свою руку, но какая-то техника безопасности останавливает тебя. А, это безопасность такой, типа, лапки не пожимать, только поглаживать и почесать ушки. Только это позволено. Я должен извиниться за свою службу безопасности. Он, конечно, старается ради меня, но иногда он слишком уж навязчив. Мистер Мэр. Депьюти Франклин. Давайте поговорим с Депьюти Франклин. Секьюрити Гун. Нет, когда я не на службе. Ха, Мэр. Не на службе? Хм. Служба, которую ты делаешь здесь, более важна, чем полицейская твоя работа. Вы все еще не нашли тело Дьюка. Что ты вообще делаешь здесь? Да, действительно, вот, иди работай. Мм, что ты здесь делаешь? Как я и сказал. Я на отдыхе. Ммм. Я не должен обсуждать официальные полицейские дела с гостями города. Особенно не с подозрительными гостями города. Ммм. О, ну, успокойтесь. Давайте услышим, послушаем этого странника. Но туризм это часть городского кровоснабжения, в конце концов. Эй, иной ничего плохого не сделал. Я была там. Ха. Обсуждение закончено, мисс Ричмонд. Если только вам есть что добавить к нашему подозрительному списку подозрительных лиц. Хм. А теперь встретьтесь с мэром как хороший гражданин и двигайтесь дальше. Мистер мэр, что-то серьезное происходит в городе. Нам нужна ваша помощь. Хм. Шепотки разносятся в толпе, как ты рассказываешь опасность мэру. Конечно, животные исчезают. Я слышал об этой ситуации. Но что ты ожидаешь, чтобы я сделал? Это осень. Это сезон туристов в Скарлетт Хэллоу Я не могу от прогнатия туристов из этого города С учетом того, что шахта плохо себя чувствует Обрушение в шахте было прошлой ночью Нам не нужно еще больше плохих новостей о катастрофах в Скарлетт Хэллоу Ты же понимаешь Ты заботишься о туристах? Погоди, как ты знаешь, что происходит? Так ты знаешь, что тут монстры откладывают яйца в местных животных и ты просто позволишь этому происходить? Ты довольно хорошо говоришь Я могу понять, почему тебя выбрали Люди смотрят Не будь слишком подозрительным Ты заботишься о туристах? Ну, конечно же Я же мэр Я знаю, что происходит в этом городе Я знаю, что людям нужно Что людям нужно видеть И то, что им нужно видеть это их избранные официальные власти не паникуют на публике Я столб этого общества Мне нужно представлять себя сильным, спокойным и собранным в лицо опасности Иначе это может возникнуть паника И никто же не хочет этого, верно? Я уже наслышался достаточно о тебе, Джимми Посмотри на себя Строишь из себя не пойми что Собираешь фанатов Пока собаки в нашем городе похищаются монстрами в лесах Надеюсь, что люди зачистят все за тебя Когда ты наконец-таки сделаешь что-то значительно ради граждан Скарлетт Халлоу Нет, мисс Гречен не нужно Скрабс никогда не бы позволил вещам так таким вещам произойти в лесах Но все еще ты здесь сидишь Ждешь пока люди заметят и позволяешь еще больше невинным собакам пострадать Ты же знаешь я почти потеряла свою жизнь этим штукам прошлую ночь И, мои божечки ты не слышала о бедном дюке? Теперь, Гречен Большинство из этих было старых собак Я могу честно признать что они просто пошли на большую ферму Все псы попадают в рай Они отправились в рай Не смей говорить со мной о старых собаках Он просто собака Не то чтобы у него была какая-то настоящая сила О, можно надавить на него Она как говорится неплохо сказала миссис мэр мистер мэр мистер миссис Ох, я полагаю каждый политический коррупционер и трус даже если это на самом деле собака Стелла твоя собака кричит на мэра Вау Гречен лает много Я полагаю ей не нравится мэр Ничего не сказать Ха Ну Гречен права мистер мэр Все такие опять на меня смотрят Ты что И чертовски верно я права Скрабс сам бы отправился в эти чертовы леса по первому признаку проблемы разрывая горло любому существу который бы посмел бы угрожать собакам Скарлетт Халлоу Но вот он сидит тут как будто ничего плохого не происходит в этом городе Гречен начинает там вращаться в руках Стелла пытаясь дотянуться до майора Джимми Эй Гречен успокойся маленькая старая девушка Ты потянешь мускулу Мистер Франклин Я полагаю хорошее время избавиться от этих хулиганов Секьюрити это служба безопасности такая сразу поняла Мисс Ричманд Я должен попросить вас и вашу собаку отойти подальше от мэра Эх я должна была знать Они никогда особо не ладили Стелла отходит подальше все еще с трудом сдерживая Гречен как она кричит оскорблении о Джимми Лентяйка Никогда ничего не делаешь ты ты собака Коняка быстренько следует за ней Эх последует за ними Похоже уже все говорят с Оскаром в следующей комнате О, а ты кто такой? А это ты тут наверное святой отец про которого мне там рассказывали Прежде чем вы догоняете своих компаньонов вас прерывает нервный человек с крестиком на его шее мистический Сложно на это указать но что-то в нем вам не нравится Блин на самом деле да он максимально мерзко нарисован такой вот знаете не знаю что-то как-то что-то мне тоже я наверное тоже мистическое обладаю странный человек Похоже у старых Гречен и Мэра все еще нерешенные проблемы не так не думаешь я пастол Даниэл я понимаю что вы иной все разговаривают о вас я слышал там у тебя дочка есть там у меня что-то пытались мужика там то ли спасают то ли что с ним делают из пожара то ли хоронят криповенькая картинка я извиняюсь за твою мне жаль по поводу твоей тетушки я уверен она в лучшем месте сейчас я сомневаюсь что параллель в лучшем месте звучит как будто бы она была ужасной давай не будем обманывать себя мы оба знаем что параллель в аду я не верю в после жизни ох слава богу я надеялся найти приста духовенства эй ты знаешь что-нибудь о призраках дженни говорила тебе этим утром разговор с животными гречен говорит она не голосовала за мэра разговор с животными майор как бы обманщик этот ублюдок больше заботится о туризме чем о судьбе этого города ох ты должно быть тот криповый духовник о котором я слышал мне нужно идти было приятно познакомиться и просто свалить не разговаривай со мной отвали святой человек я не куплю что ты продаешь промолчать что-то как-то тут слишком либо о ты знаешь что-нибудь о призраках про парлен там обсуждать что там про нее обсуждать призраки я никогда не встречался с ними но я слышал истории которые посещали город что они видели любимых после смерти и это вроде как помогало им немножко исцелиться ну попрощаться как минимум вроде как их любимые родственники смотрят за ними даже после смерти это все о парлен или возможно о твоей матери ты навещаешь ее нет место оскара призраками населено я думаю нам нужен экзорцизм черт я надеялся у тебя есть какая-нибудь хорошая призрачная история не я имею ввиду настоящие призрачные штуки страшные штуки неважно ничего не сказать нам нужен экзорцист знаете такой мистер экзорцист дом оскара населено призраками и нам нужно его исследовать сегодня ох это вроде как эпизод скобиду или что-то такое я боюсь я особо в этом не силен я больше духовник ну если это было введение одного из его родителей введение одного из его родителей пытающегося связаться с ним из рая я могу это понять мистическое это не это это не его родители которые пытались с ним связаться но я просто не верю в злостных призраков зависать здесь это не рай и не ад какой смысл выпрыгивать из шкафов чтобы напугать нас я уверен что есть полностью логичное объяснение тому что он видел подожди ты веришь в каких-то призраков и не в других какой-то власть блин это еще хуже вот он был таким странным а стал еще более мерзким как они это делают здесь там были призраки в шахтах прошлой ночью тут происходит много сверхъестественных штук последних нескольких дней ты называешь Оскара лжецом я доверяю Оскару ты должен пойти на охоту за призраками с нами сегодня и доказать что там ничего нет о пошли пошли давай нам как раз не хватало крипового пастера идеально он сам как призрак даже если призраков не найдем его одного достаточно чтобы я нервничал постоянно кровь уходит у него из лица и он нервно сглатывает ох я я обещал своей дочери что мы посмотрим истории веги сегодня так что я боюсь у меня планы но расскажи мне если ты увидишь что-то странное я с радостью услышу твое мнение об этом населении призраками на самом деле вот даже моя кредитка пожалуйста он передает тебе кредитную карточку ну такую на которой телефоны все это сказано позвони мне если ты мне если тебе я понадоблюсь и так я не верю Дженни упоминал тебя этим утром Гречна сказала что она не голосовала за мэра о вот хотя бы стал выглядеть по-человечески просто не открывая рот мужик пастор тихонечку затих его лицо внезапно белое как как бумага ты что тоже с животными разговариваешь вот он мутный максимально мутный то есть он мне поверил улыбка уходит у него из лица как он смотрит на тебя яростно пытаясь изучить твое выражение типа обманываю я или нет может быть какое-нибудь животное может рассказать про тебя какие-то интересные подробности подозрительный чувак как бы ты тут не устроил бомбежку города может быть ты бомбу нашел ты тоже или ты тоже можешь разговаривать с животными поэтому ты такой он смотрит по сторонам прежде чем продолжать я думал я только я один такой о ну пастор давай уже вот уже начинаешь когда ты не улыбаешься выглядишь более-менее по-человечески но что-то конечно в твоей осанке неправильное пожалуйста приди ко мне в церковь скоро похоже мы можем о многом поговорить и уходит он быстро убегает внезапно тихий и серьезный о я вижу там Гретчин и Стеллу и Конеку ну нечего делать кроме как догнать своих компаньонов идти за ними о мой боже бедная Розалина я даже не могу представить как страшно это все для нее но она похоже в порядке сейчас но они там накачали довольно сильными обезболивающими так что я не особо уверен как она себя будет чувствовать когда они уйдут как ты надела маечку с призраками и тут такая маечка тоже криповенькая максимально мотылька и это вся целая ступня отрезали да все плохо но она жива мы оба сможем двигаться дальше нам просто надо пробраться сквозь сложную часть сперва табито сказала мне что случилось этим утром но я не знал что все настолько плохо мы здесь на твоей стороне мужик я должен был сделать больше для нее ну блин мы тебя поддержим мужик спасибо вам вам всем все чувствуется как будто оно происходит так быстро я знаю все наши жизни изменились но это занимает некоторое время чтобы догнать в мыслях как это все происходит смириться со всем у меня все мысли беспорядки я надеюсь это не заберет у меня возможности быть отцом для нее когда ей нужно больше всего простите что прерваю разговор но мне нужно двигаться я должен был только зайти сюда забрать пару вещей и вернуться в госпиталь но затем в госпиталь позвонил мне и сказали что там автобус на шоссе и им нужны кровати так что мне нужно забрать ее то есть они отрезали ей ногу и на следующий день такие забирай забирай это это же жестко там швы разойдутся не знаю даже в случае в том что наш дом все еще населен призраками единственное место где она может лечь это грязная задняя комната которая прогнала ее прочь от меня изначально и день майора Джимми происходит сейчас простите простите я просто все так навалилось на меня все в порядке Оскар мы здесь чтобы помочь да мы достанем этого призрака мы всегда можем пойти вперед и разобраться с призраками или как мы это назовем пока тебя тут нет и она будет прямо в старой комнате как только она вернется назад это же наверное хорошая идея правильно правильно идти в дом где призраки обитают я почти уверен что там настоящие призраки и ничего хорошего из этого не выйдет прям идея на миллион супер пошли если бы но он не выходит во время днем то есть надо вечера дождаться так что все попытки его изгнать придется подождать до ночи я даже еще не уверен что мы сможем под него избавиться я полагаю мне нужно увидеть его лично что его больше нет он умудрялся меня обмануть парочку раз я не могу больше еще сюрпризов выдержать у меня у меня есть все девайсы для охоты за призраками которые известны человечеству ты в хороших руках мистер оскар мы всегда можем позвонить пастору если там начнется все криповенько не переживай оскар мы все исправим у нас сила дружбы на нашей стороне я все еще не думаю что призраки настоящие я видел призраков так что призраков шахтеров табинокеров у меня начинается такая мурашки бегать из-за этой призрачной охоты промолчать мы всегда можем позвонить пастору интересно как они на меня посмотрят с удивлением с досада с досада удивления нет я не думаю что это будет необходимо да давайте обойдемся без скрипового пастора в этот раз что-то подсказывает мне что вещи пойдут еще хуже если он появится я однажды видел как этот человек общался с белочкой я не уверен что он тут в себе блин он точно умеет разговаривать с животными и я умею разговаривать с животными мне нужно с пастором повидаться по-любому возможно пастор скажет да катастрофа грядет что ему белки скажут типа боль орешки чума я выдвигаюсь должно быть уже стемнеет когда мы вернемся так что полагаю увидимся там оскар уходит включат машины как говорится у него качаются в руке ну что ж отправимся кризу может быть мы сможем вытащить его на охоту с призраками с нами о нет ты же не попытаешься упросить доктора Келли позволить ему покинуть дом не так ли она нас выкинет просто за то что мы спросим любопытно он вообще знает что произошло прошлой ночью я же не знаю как он отключен от реальности от новостей города черт должны ли мы вообще ему говорить я не знаю может быть и расскажем ну что ж пойдем время идти разговор с животными так насчет мэра так я наконец-таки встретился с пастором Даниэлом о прежде чем я забуду я приглашил Табиту на охоту за призраками отправиться к ризу не-не-не давайте поговорим обо всем о мэре он коррупционер эта собака заботится больше о туристах чем о защите города они скажут это собака ты че вообще мне нравится что он подстрижен приятно видеть кого-то кто держит себя в порядке во время на кризиса я не уверен что мы можем рассчитывать на его поддержку ты должна проголосовать за скрапа в следующем собрании это тот кого Гречен поддерживает вот откуда я знаю скрапа а вот откуда удивитесь подогади откуда ты знаешь о скрапе ты что можешь на самом деле говорить с животными ага я всегда любила скрапа это у Гречена хороший вкус так я наконец-таки встретился с пастором Дэниелом он был максимально криповым вот такая улыбочка я так и поняла после того как ты посоветовал позвонить ему на призрачную охоту это был вопрос времени прежде чем он попытается тебя в сторону на исповедь заманить когда мой папа умер мне пришлось забанить его из магазина на неделю он не прекращал оставлять свои маленькие памплеты на кассе я даже не знаю где он так много находит я думаю он немножко странный потому что у него тоже такой же дар как и у меня все должны быть милее к ним он выглядит хорошим человеком вы все правы он такой какой-то криповенький он и Дженни все еще пытаются заманить меня в церковь это все что я хочу сказать на самом деле я встретил его он встретился со мной у меня нету мнения по этому человеку разговор с животными у нас один дар погоди ты имеешь ввиду да он ответил на несколько вещей которые мэр рассказал мне хорошо предположим на минутку что ты и пастор Дэниел у вас обоих магические силы разговаривать с животными я не думаю что это достаточно объяснить насколько этот парень криповый ну да например ты мне нравишься и мне не нравится пастор да пастор конечно интересно как много людей с таким же даром здесь так много возможностей а я просто продолжу притворяться что ну я просто очень хорошо понимает тело животных я не могу я не думаю что я справлюсь и все больше мир разрушающих открытиями на этой неделе я думаю может быть пастор проклят мистический может быть пастор проклят я почувствовал что-то странное когда он подошел ко мне и то что он всем не нравится это выглядит как-то странно неестественно странно я знаю это странно когда это говорю я но не все в этом городе должно быть таким страшным и иметь сверхъестественные причины иногда люди просто такие странные настроения вокруг себя создают согласна нам позволено не любить его даже хотя он нам ничего плохого не сделал что мы о нем знаем ничего плохого что мы знаем о прежде чем я забыл я пригласил табиту на охоту за призраками народ как вы ты пригласил ее даже после прошлой ночи нормально она нам помогла что вы ну я имею ввиду с учетом всего она была довольно полезной стелла прошлая ночь была катастрофа насколько мы знаем табита просто эскалировала вещи конека вздыхает конека че ты нервничаешь народ пытался ну ладно это случилось давайте не зациклиться на тем снова если нам повезет она будет слишком занята на шахтах чтобы даже появиться ах ты не говори ты так нек если нам повезет она появится и вы двое снова помиритесь ну что ж отправляемся к Ризу ну что ж должны ли мы отправиться наверное должны вы трое покидаете библиотеку на ранний обед к Ризу и вы снова находите собой себя перед домом Риза холодное сомнение хватает тебя как ты собираешься на этот холмик но на самом деле я думаю вот тут хороший момент чтобы закончить эту серию пускай она вышла коротенькой но зато может быть следующая серия выйдет пораньше если вам понравилось ставьте лайк пишите комментарии и увидимся в следующий раз всем спасибо всем пока пока